Библейский портал экзегет.ру представляет Третья глава третьей Маковейской книги читаю перевод под общей редакцией Нины Брагинской с небольшими комментариями для библейского портала экзегета. Большие, огромные комментарии вот в этом издании как раз есть. Итак, Птолемей, эллинистический царь Египта, хочет войти, это я рассказываю содержание предыдущих глав, в Иерусалимский храм, его туда не пускает, в общем-то, сам Бог, как могут иудеи не пустить. Он царь, он с войском прибыл. Он там падает бесчувственно, потом приходит в себя, возвращается в Египет, предается всевозможному разрату, а заодно издает указ, чтобы иудеи всех переписали, сделали рабами, выжгли у них клеймо, знак плюща Диониса, символ. И, соответственно, что начинается дальше? А дальше начинается обычная коррупционная схема, иудеи откупаются от переписчиков, чтобы их туда не вносили, кому же хочется в рабство и клеймо на лоб. Но некоторые принимают условия царя и принимают эллинский образ жизни. Однако коррупционная схема работает лучше. Когда вести об этом стали доходить до нечестивца, ну то есть до нашего царя, он так рассверепел, что гнев его бросился не только на александрийских иудеев. Страшно вознегодовал он и на тех, кто жил по деревням. Александрий – крупный центр, очень большой торговый город, где много иудеев, но кто-то живет в сельской местности. И он приказал немедленно согнать их всех в одно место и предать самые ужасные смерти. Вот, кстати, первый подобного рода геноцид в истории. Потом вот все эти гетто, концлагеря нацистские, они будут следовать той же самой модели, всех собирают в город в одно место, чтобы там убить. Пока все это устраивалось, среди тех, кто был готов к злодеяниям против иудеев, распускались слухи, порочащие их рот и подталкивающие их мысли о том, что им где мешают соблюдать законные обычаи, тогда как иудеи сохраняли по отношению к царям благонамеренность и неукоснительную им верность. Смотрите, то есть еще надо как-то объяснить, чего этот царь велел всех перебить. А очень просто. Они соблюдают какие-то свои обычаи и, значит, не соблюдают наших законов. Поэтому мы совершаем благое дело, мы с беззаконными воюем. Вместе с тем, почитая Бога и живя сообща по его закону, они держались особняком в том, что касается пищи. И по этой причине некоторым казались враждебными, то есть не ели за столом с язычниками. Но они, украшая благими делами праведных общений со всеми людьми, давно уже стяжали себе добрую славу. Но, впрочем, они не отделяли себя от тех, с кем они жили, и участвовали в общественной жизни. И все же. Иноплеменники ничуть не посчитались тем, что молва о добрых делах рода иудеев была у всех на устах. Они кричали только о различиях богопочитания и пищи, твердя, что, дескать, эти люди не связаны к клятвам верности царю и войску. А, действительно, присяги приносились религиозным образом, то есть приносилась жертва языческим богам. А они не приносили. Значит, они неверны, значит, они предатели. Что они злонамеренные и готовят против государства нечто страшное, тем нагнали небывалого страха. Массовые репрессии всегда начинаются с пропаганды, с обвинений тех, кого собираются убивать в государственных преступлениях. Хотя жившие в городе эллины, которых иудеи ничем не обидели, замечали внезапно начавшуюся суету вокруг этих людей и наблюдали необычное скопление народа. Но из-за тиранических порядков помочь им были не в силах, и только утешали, сокрушались, уговаривали. Мол, все это еще переменится. Ведь нельзя не заметить такую толпу ни в чем неповинных людей. Смотрите, то есть те, кто, в общем, ничего против аудеев не умеет, говорят, ну, да ладно, как-нибудь обойдется. Вас так много, неужели вас всех убьют? Не может быть. Когда такие вещи начинают происходить, в Третьем Рейхе такое тоже было, большинство людей просто не верило, что, возможно, какие-то серьезные действия со стороны власти. И вот уже некоторым, кое-кто из соседей, друзей, сотоварищей, стал тайком натягивать крайнюю плоть, то есть, значит, ликвидировать последствия обрезания. Это действительно возможно, хотя довольно сложно. И клялся сражаться плечом к плечу, не оставляя попыток сделать все, чтобы им помочь. Значит, некоторые люди готовы были даже воевать вместе с аудеями на их стороне, не будучи сами таковыми. Ну, или скрыть свое иудейство вот таким образом. А тот, то есть царь, кичась сиюминутными удачами, не понимая силы величайшего бога, думал, что никогда и ничто не заставит его изменить свое решение. И написал против них такое письмо. Царь Тельмей Филопатр, наместникам и воинам Египта, где бы они ни были, желает здоровья и благополучия. И сам я, и государство мое благополучное. Наш поход в Асию, как вы и сами знаете, благодаря неизменному содействию богов, увенчался успехом. Ну, это его битва в первой главе описанная. А потому мы приняли решение. Не силой оружия, но добротой и великим человеколюбием пестовать народы, населяющие Келесирию и Финикию. Две больших области, как раз Иудея, она входит вот в этот круг земель. Келесирия – это скорее к востоку от Иордана, Финикия – скорее к западу. И с радостью оказывать им благодеяние. И вот, раздав по храмам городов немалые приношения, мы прибыли в Иерусалим, дабы оказать почте храму этих проклятых, которые неизменно преданы своему безумию. Они, на словах «Приветствуя наше прибытие», на деле лицемерили. И когда мы пожелали войти во храм, и почтить его подобающими и прекраснейшими подношениями, они, закосневшие в своих предрассудках, запретили нам войти. Как, кстати, они могли запретить. Вот как раз предыдущая глава-то рассказывает о том, что Бог не пустил его туда. Он прям упал без чувств. «И только благодаря нашему человеку любимому отношению ко всем людям не изведали на себе наши силы. Свою враждебность к нам они выказали открыто. Одни из всех народов. Они не поклоняются царям, а благодетелям своим. Искренности их подношений верить не хотят. И чтобы мы от всех не исходило, отказываются признать чистоту их намерений. Но мы, привыкнув к их безрассудству, и возвратившись в Египет с победой, поступали с ними как подобает, ибо мы со всеми народами обращались к человеколюбивым. В числе прочего, мы объявили всем о прощении и преступлении их одноплеменников, и поскольку они воевали на нашей стороне и с давних пор ведали тысячами дел, давно и полностью им доверенными, мы даже решились на перемены, нам угодно было удостоить их гражданских прав, александрийцев, и позволить участвовать в постоянно совершаемых священнодействиях. То есть, смотрите, иудеи играют уже довольно значительную роль в Египте. Это было, судя по всему, и до эллинистического периода, и в эллинистический период особенно. Они там и в торговле, и в государственном управлении. И как раз вот эту насильственную эллинизацию Птолемей подает как благодеяние. Мы награждаем их возможностью стать александрийцами, такими же, как и греки, и участвовать в наших жертвоприношениях. Это же почетно. Ну да, всегда надеются пересидеть дурные решения власти. Посему убежденные многочисленными доказательствами, что они во всех отношениях нам враждебны, мы позаботились, чтобы эти нечестивцы не оказались когда-нибудь при неожиданном против нас мятеже, предателями и варварами врагами в нашем тылу. Мы повелеваем по получению всего послания немедленно с бронью и побоями заключить в железные оковы живущих среди нас иудеев с женами их и детьми, согнать их отовсюду к нам для неотвратимой и позорной казни, заслуженной этими супостатами. Если они будут казнены все вместе, то мы уверены, что в будущем наши государственные дела достигнут полнейшего благоденствия и установятся наилучший порядок. Ну да, вот все, что нужно государству для благоденствия, это перебить врагов. Вот враги всегда мешают. Так все хорошо бы было. Каждый раз почему-то не срабатывает. Если же кто-нибудь укроет кого-то из иудеев, от мала до велика, не исключая грудных младенцев, то его вместе со всем его домом замучат до смерти самыми позорными пытками. А кто захочет донести, тот получит имущество, подпавшего под наказание. Еще две тысячи драхмы с царской казны и будет увенчана свобода. Ну это о рабах. Хороший повод получить свободу, донести на иудея. Всякое место, где будет пойман укрывающийся иудей, должно стать запретным и подвергнуться сожжению, чтобы для всякого смертного существа оно стало навеки ни к чему не пригодным. Вот каково было это письмо. Да, даже вот комментировать не хочется. Настолько все прозрачно и настолько все страшно. Что же будет дальше? Ну вот эта книга, она построена как раз на таком нагнетании мрака. Она похожа немного на книгу «Исфири», но только там еще много всяких подробностей о придворной жизни. А здесь, пожалуй, вот эта тьма, этот ужас, которые все сгущаются. И должен же быть какой-то выход. Ну вот в следующих главах узнаем, какой. Продолжение следует...